здравствуйте меня зовут ирина и в данном видео я покажу вам что я сейчас вышиваю те кто давно подписан на мой канал знают что у меня огромное количество начатых процессов но меня это не останавливает я не испытываю никаких угрызений совести и с огромным удовольствием приступаю к новым процессом если мне этого хочется и на данный момент я начала вышивать вот такой замечательный набор от dimensions называется old teddy squilt то есть одеялко старые теди старые мишки а это напечатанный крест дизайнер анна краевский дизайн 99 года показываю вам превьюшку набора и еще хочу вам показать мое небольшое разочарование обратите внимание ухо здесь вот хочу обратить ваше внимание что здесь и ухо точно также на другом куске схемы и вот боковинка мишки вы видите на схеме она просто обрезана и я не знаю что мне делать буду искать дальше где-то в интернете может быть есть сканы именно этой схемы в другом каком-то виде и не знаю но или придется самой как-то додумывать вот здесь вот кусочки не пропечатанные какие там будут значки конечно это было неприятно как-то дим меня так не расстраивал ни разу но надеюсь это первый последний раз такой конфуз был вот такие здесь ниточки участвуют их достаточно большое количество но расцветка такая как бы вот именно как состаренная очень красивые такие уютные я бы даже сказала немножко осенние оттенки вышивается в три ниточки на этому девочки многие знают этот ну как бы принципа выше вышивки этого одеялка покажу вам эти крестики понятно что ни о каком идеале тут речь не идет и вы знаете зрение напрягается еще больше чем когда вышиваешь даже на 18 аиде почему потому что каждый раз нужно вкалывать вот в одно и то же место да вот в одно и то же место четыре раза нужно в колоть правильно и хоть тут крестики и огромное но постоянно напрягаешь зрение вот еще вот эту вот дырочку чтобы не вколоть где-то рядышком в соседние переплетение ниточек ну как бы чтобы было более аккуратно ну может быть это я какой-то такой перфекционист не знаю и вышиваю я без вышивая в два прокола чтобы на изнанке ничего вообще не было но вы видите иногда здесь проскакивают вот такие вот места только потому что здесь одеялко уже простеганное и соответственно конечно же вот в таких местах тут может на изнаночке немножко быть видно но это совсем так сказать мелочи вышивается она у меня потихонечку я стараюсь понемножку его продвигать потому что я уже как я уже сказала вышивается она у меня такими немножко черепашьими может быть темпами но с учетом того что крестики огромные то как бы визуально кажется что много выше там следующий сюжет это схемка я из интернета ее нашла вот такие вот такие прикольные зайки которые спят я вышиваю на голубом таком белфасте это лен 32 каунта здесь уже практически выше то все кроме текста внизу под вышивкой под зайками и текст здесь будет такое что ну как бы да тихо самбани и sleeping то есть некоторые кролики спят вот ну и я решила попробовать мультикаролог мультикалоровую ниточку от модели и вышить вот текст вот такой вот ниткой чтобы она была как-то но не то чтобы веселее мне просто очень хотелось этой ниточкой повышевать мне кажется неплохо смотрится решила принести органайзер для того чтобы показать вам все-таки в живую эту ниточку которой я вышивала текст и буду дальше вышивать вот такая вот модель а номер вы видите очень красивые оттенки очень весенние ну наверное всем уже хочется весны мне так точно вот такие вот зайки получились ну еще тут осталось совсем чуть-чуть а дальше я вышивала на это лен как newcastle по моему 40 каунта мне захотелось вышить вот такую вот монохромную миниатюрку и вышивала я ее ниточками от кэрон waterlilis по моему этот цвет называется эсмеральд эмеральд ну в общем как-то типа из изумрудного ну что вам сказать я не стирала еще тканюшку но я постирала отрезала пасмой постирала пасму конечно же она полиняла меня это вообще как-то ну понимаете просто возмущает и удивляет но как наше время такую нитку шелковую окрашивать и не закрепить при этом краску но как по мне это очень сильно ограничивает область применения таких ниточек потому что вышивать имеет действительно я впервые столкнулась с этой ниточкой попробовала ее вот впервые и вышивать ее действительно приятно но понимаете оформлять все работы вышитые этими нитками только в рамку и под стекло мне кажется что это как-то ну немножко ограничивает мою свободу да как вышивальщицы то есть мне очень хотелось бы иметь прикладные вещицы вышитые этой прекрасной ниточкой но так как она линяет но это короче ужас какой-то в общем я ее постирала до того как вышивала но постирала так естественно вручную в прохладной ну в такой еле теплой водички и ничем естественно не закрепляют не то что естественно ничем общем я не закрепляла и в итоге а и потом я еще взяла для надежности прогладила ее с паром но не знаю в общем еще пока я не стирала очень красиво смотрится вот этот перехода зеленого но здесь вот ярко зеленого как-то мало получилось вышивочка очень маленькая но в целом мне очень нравится нечего ты сейчас вообще на зеленый потянула и смотрю вот ну посмотрим как поведет себя эта нитка дальше может быть кто-то тоже помнит боже везде суфика шерсть дальше может кто-то тоже помнит я вышивала вот такого котика от лес лите и вот так выглядит этот замечательный котейка а вот так он выглядит у меня вы видите в живую работа немножко ярче но тоже красиво и почему я вам показываю я решила к этому котейки вот этого песика еще выше но перед этим мне очень понравились вот эти птички и я не удержалась начала вышивать вот эту птичку вышиваю я так же как и вот эту первую работу на молочном кашель от свайгард ну вот сколько у меня вышито с этой работой я никуда не тороплюсь тоже наслаждаясь процессом периодически вышиваю вышивается естественно очень быстро потому что ну вы видите здесь небольшой сюжет зашивка не полная и как бы каунт достаточно крупный 28 поэтому я думаю что вы вышивается у меня эта птичка тоже быстро ну и последняя работа над которой я тоже сейчас провожу вот последнее время так вообще много времени потому что она меня не отпускает я такое удовольствие получаю вот вы знаете я была вдохновлена вот этой своей самой первой вышивкой это производитель design works и несмотря на то что у них очень мелкие черно-белые схемы но то что получается она пресса превосходит все ожидания и мне нравится несмотря что на то что я вышиваю и на альне на равномерке мне очень нравится вышивать на вот такой 14 аиде от design works у них прекрасные ниточки ну не знаю меня вроде ничего нигде не полиняло хотя слышала разные отзывы и вдохновленная вот такими вот своими котейками я решила достать и начать наборчик от этой же фирмы я его уже в общем-то вам показывала когда-то но потом он у меня был благополучно заброшен и вот сейчас снова я с таким упоением с таким наслаждением вышиваю вот эти пернатые звезды называется набор пернатые звезды и обратите внимание вот ребека ребека баркер это художница по мотивам которой была создана эта вышивка у нее такие потрясающие картины с квилтами с вот одеялками в стиле петчворк что меня это вдохновило и на активный отшив вот этой работы и на то чтобы попробовать себя вот именно в квилтинге я уже заказала тканюшки они ко мне уже едут может быть завтра я заберу и ткани и мат для петчворка в общем инструменты и ткани вот и приступлю приступлю к созданию такого ну как бы одеялка небольшого в стиле петчворк именно используя вот эту вот технику вот эти вот потому что вот эти узоры вот это и называется пернатые звезды то есть здесь на картине я я например этого не знала я думаю что пернатые звезды то есть здесь звезды а вот вам пернатые да на самом деле нет вот эти вот зубчатые края у этих звезд и придают им это название то есть они поэтому и называются пернатые звезды то есть это вид петчворка ну как вид паттерна схемы петчворка в петчворке и в общем я очень вдохновилась и работами этого художника и и вот этой вышивкой и пока ко мне не приехали мои ткани я наслаждаюсь вот вот таким вот петчворком виде вышивки покажу вам немножко поближе у меня здесь правда все ну как бы намотана на пяльца но сейчас разматывать не буду потому что тут совсем чуть-чуть выше то поэтому если найду предыдущие фотографии где вот вот эта вот часть отображена то я их ставлю а вот ну а на сегодняшний момент я работаю над вот этими элементами над вот этими вот пернатыми звездами квилт очень красивый здесь еще будет бэкстич я вот тут вот его немножечко начала попробовала бэкстич бэкстич здесь делается и зелеными ниточками темно-зелеными сами птички и прищепки ну и все остальное там будет делаться коричневым и вы видите что у меня на магнитике схема это я уже распечатывала сама на принтере потому что ну я вот вам покажу вижу для сравнения вы посмотрите какой какой масштаб вы понимаете да что тут глаза конечно ну если бы не было возможности все это дело распечатать на ну как бы распечатать большем масштабе конечно я бы вышивала с оригинальной схемы вот ну что собственно у меня все мне казалось чтоб не показывать нечего но наболтала я смотрю намного спасибо вам большое за внимание пишите если есть вопросы с радостью на них отвечу огромного огромного вам вдохновения и до новых встреч всем пока ну а вот моя пернатая звезда улеглась на мое место здесь я люблю вышивать вязать на диванчике вон там моя лампа которая крепится на пяльца ну а мой помощник иногда любит прийти лечь на мое место конечно же мешать ему не буду ли сяду рядышком и будем заниматься каждой своим делом всем спасибо